Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь4 в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В Новой Гуте на границе сотрудники Гомельской таможни выявили гашиш. Свертки с характерным веществом перевозил уроженец Киевской области. Он попытался проехать через пункт таможенного оформления на своем Мерседесе. На допросе мужчина заявил, что ранее употреблял наркотики, но это давно в прошлом. Однако служебная собака явно указала кинологу на наличие в салоне наркотических веществ. В ходе обыска машины были найдены несколько свертков в перчаточном ящике, в ниши для стакана, в подлокотнике заднего сидения, а также среди личных вещей украинца. По одному из фрагментов вещества экспертиза показала, что это гашиш. В Гомельской таможне возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. К слову, за прошедший 2018 год Гомельским таможникам присвящено 96 фактов перемещения, либо хранения наркотических средств и психотропных веществ, а также лекарственных средств, которые содержат в своем составе психотропные вещества. Необычный эпизод в Мозере. В ходе движения у городского пассажирского автобуса отвалилась дверь и упала в салон. Видео появилось в ВКонтакте на странице ЧП в Беларуси. Никаких последствий события не повлекло. Водитель просто поправил упавшую дверную створку и продолжил движение по маршруту. Никто не пострадал. А в Светлогорском районе сегодня утром сотрудники МЧС спасли водителя из ДТП. Мужчина оказался зажат в салоне своего микроавтобуса. На трассе Бобруйск-Паричи-Калинковичи в двух километрах от деревни Красновка его автомобиль лоб в лоб столкнулся с трактором. Тот в итоге опрокинулся, а микроавтобус оказался в кювете. От удара водителю зажало ноги, но на помощь подоспели спасатели. Работниками МЧС при помощи гидравлического инструмента водитель микроавтобуса авиака был деблокирован и передан работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми с предварительным диагнозом перелом правой ноги мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель трактора не пострадал. У Мозыри по неосторожности водителя автомобиль скорой помощи врезался в автофургон и спровоцировал наезд на женщину. Авария случилась на пешеходном переходе. Автофургон Мерседес стал пропускать 38-летнюю мазырянку, но в ситуацию мешался автомобиль медицинской службы. Он врезался в автофургон, из-за чего тот покатился вперед и сбил пешехода. Женщину госпитализировали с травмами и ушибами, но после оказания помощи отпустили домой. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов необходимо помнить, что в темное время суток каждый пешеход должен себя обозначить световозвращающим элементом. Также при подходе к пешеходному переходу, если вы намереваетесь его перейти, то нужно быть очень внимательным, обращать внимание на то, чтобы транспортные средства, которые вас пропускают, все остановились. Накануне отсутствие фликера на куртке привело к трагедии в Жлобинском районе. На трассе М5 грузовик сбил мужчину, который находился на полосе движения автомобиля. Это все новости на сегодня. Следите за происшествиями региона вместе с Дефакто. До свидания.